Я ведь ничего не имею против, естественно, против 9 мая. Но если вы так серьезно к этому относитесь, если это для вас крайне существенно, то вы должны быть предельно аккуратны и серьезны, в том числе и в символике. А ведь что бы могло произойти? Предположим, 1943 год и какой-нибудь Власовец получает хорошее минно-взрывное ранение головы и впадает в кому. Приходит в себя из комы году в 2012-2013, выглядывает в окно. Я вас уверяю, он будет в абсолютной уверенности, что победила Власовская армия. Во-первых, бело-синий-красный флаг, под которым шла русская добровольческая армия Власова, которая жгла советские танки, утюжила советские деревни, вешала советских бойцов-воинов. Затем так называемая Георгиевская ленточка, которая была неизвестна в советской армии, потому что Орден Славы был учрежден только в 1943 году, особой популярностью, даже известностью на фронте не пользовался. Как раз наоборот, генерал Шкуро, генерал Власов, многие высшие цвечины СС поддерживали культ Георгиевской ленты. Это была лента и власовцев, и высших эсэсовских чинов. И сейчас мы видим это удивительное сочетание бело-синий-красного власовского флага и колорадской ленточки. Поймите, что как бы мы ни относились к советскому государству, но цвет победы, и надо к этому относиться спокойно и мужественно, цвет победы красный. Вот красного цвета было поднято знамя над Рейхстагом. Под красными знаменами шли люди в отечественную войну. Не под какими другими.